Приветствую тебя на канале Криптоклевер. Сегодня расскажу, как сейчас заработать стартовый капитал в крипте без вложений. Разберем несколько способов заработка, так что сразу подпишись на канал и включай уведомления. А сейчас заваривай чай, усаживайся поудобнее и приятного просмотра. Хотя на крипторынке сейчас не бычка и большинство токенов находится далеко от своих хайов, Крипта продолжает привлекать новых пользователей, которые совсем не знакомы с ней. Сейчас я расскажу про 4 направления в крипте, на которых можно заработать без вложений. Разберем каждую по отдельности. Способы будут как для новичков, так и для людей с опытом. Первое это тестнеты. Одно из самых популярных направлений для людей без банка. Простыми словами, тестнет это тест проекта до его выхода в основную сеть. Все действия происходят в тестовой сети, никаких затрат кроме времени на тестнеты не нужны. То есть тебе дают тестовые токены, ты должен проверить проект. Например, подделать обмены монет, сделать займ, положить ликвидность и так далее. Все зависит от проекта. Самый главный плюс в тестнетах, это никаких вложений кроме времени, но есть и минус. Тестнеты бывают неоплачиваемые и тестировщики ничего не получают. Но в то же время тебя могут хорошо наградить. Из последних жирных тестнетов был Аптос, который раздал от 1000 долларов за минт NFT в тестовой сети. Никаких вложений кроме пары минут времени. Если тебя заинтересовало это направление, то наверняка возник вопрос, где минтите эти тестнеты? Поиском тестнетов я занимаюсь в своем телеграм-канале группе ВК и выкладываю своим подписчикам уже готовые инструкции под проекты. Я стараюсь не писать про каждый тестнет подряд, а по возможности отбирать более-менее неплохие проекты, которые могут хорошо тебя наградить. Поэтому несколько активных тестнетов прямо сейчас ты найдешь в моей группе ВК и телеграм-канале по ссылке из описания. Второе это NFT проекты и P2EARN игры. Это направление многие считают сейчас мертвыми, мало приносящими денег, но это далеко не так. NFT проекты на эфире продолжают выходить и стабильно раз в месяц выходят 1-2 проекта с бесплатным минтом и хорошим флором от 0-1 эфириума 150 долларов. Система минта не изменила избычки, все точно так же для того, чтобы получить возможность заменить NFT со 100% вероятностью, тебе нужен вайтлист, это белый список. Система его получения зависит от проекта, но чаще всего это арты и общение в дискорде проекта и вайтлист у тебя в кармане. Поэтому если хорошо рисуешь или есть знакомые, кто этим занимается, можешь смело начать изучать это направление, набираться опыта. Также опубликую список перспективных коллекций на октябрь у себя в телеграм-канале и группе ВК, так что переходи и смотри. Проведу собственный анализ, отберу несколько проектов, распишу почему стоит попробовать там получить вайтлист. Все проекты будут с бесплатным минтом. Про направление P2EARN игры сказать то же самое сложно. Сфера действительно проживает не лучше времена, поэтому я объединил их в одно направление. Из игр без вложений, с более-менее хорошей и стабильной прибылью сейчас остается только Sandbox. Остальные игры либо закрылись, либо их токен укатали настолько, что нет смысла играть. Если есть свободное время, Sandbox отличный вариант, чтобы накопить первую крипту. Да, это не так быстро, но от тебя ничего не требуется, кроме того, как просто играть. Третий способ называется воркер. Воркеры так называют работников в крипте. То есть тебе нужно будет работать на другого человека, например, крутить какой-то ретро-дроп и делать это на нескольких аккаунтов. Либо общаться в дискорде для получения вайтлиста. Заработок здесь зависит от работодателя и сферы деятельности, но помимо денег ты получаешь опыт. Благодаря работе на человека, который разбирается в крипте, ты начинаешь сам вникать в это и постепенно становишься более опытным в какой-либо сфере. Зарплаты бывают разные, график работы тоже. Может быть оклад плюс процент, либо просто оклад, либо просто процент. Есть специальные телеграм-чаты по типу биржи труда в крипте. Пост с чатами выйдет у меня в группе ВК и телеграм-канале после выхода ролика. Четвертое это амбассадорство и твиттер. Это направление для более опытных криптонов, которые по какой-либо причине не имеют банка, либо потеряли его. Амбассадорство это по сути та же самая работа в Web3, как и в Worker, но немного с другими задачами и целями. Амбассадоры должны представлять интересы проекта, на которые они работают. Писать статьи, переводить официальные статьи на свой родной язык. Создавать ютуб ролики, шортсы, тиктоки, писать треды в твиттере, рисовать диаграммы и тому подобное. В общем, популяризировать проект и продвигать его. Это настоящая Web3 работа, где нужны определенные навыки и желания. В хороших проектах амбассадоры могут получать 500 и даже 1000 долларов в месяц, но туда вряд ли возьмут без опыта. Для набивания опыта есть новые проекты, которые недавно появились на свет и платят они зарплату, например, в своих токенах, которые еще не залистили. То есть ты получаешь награду, но никак не можешь ее продать. Кроме этого, амбассадорки для набивания резюме, где зарплаты нет и вовсе, но зато ты получаешь опыт общения с командой и работы в Web3. Направление очень перспективное, не такое популярное, если имеешь желание попробовать работу в Web3, это отличный вариант. Помимо этого, хочу отметить твиттер, который очень решает в Web3 сфере. 95% проектов будут просить твой твиттер и делать выводы по нему. Кроме этого, крипто твиттер является самым масштабным инфополем на данный момент. Сначала информация появляется там, а уже потом в других источниках. Хороший аккаунт в твиттере позволит тебе не только попасть на какую-то амбассадорку, но и получить множество связей в Web3, но все зависит только от тебя. Как именно раскачивать твиттер? Рассказывай долго, но займет целый ролик. Но если тебе интересна эта тема, пиши об этом в комментариях. Кроме этого, в моем телеграм-канале и в группе ВК в октябре выйдет пост с амбассадорками для старта. Вывод. Сейчас нелегкое время в крипте, но те, кто продолжают работать и сможет пережить это время, получат очень многое на будущем бычьем рынке. Сейчас отличное время для изучения чего-то нового и получения опыта. А если есть желание, у тебя все получится. Напиши, какое направление тебе нравится больше всего. В своем телеграм-канале я проведу опрос, где мы выберем самое интересное направление и я сниму про него полноценное видео. Спасибо за просмотр, желаю тебе удачи и до скорого.